Мы сегодня проводим рабочее совещание по развитию малых городов Ленинградской области. Тех городов, которые у нас относятся к двум категориям. Это либо моногорода, либо города, которые являются историческими значимыми поселениями и находятся на границе субъекта Российской Федерации и зарубежных стран, то есть на государственной границе. Пока мы определились, что у нас будет программа развития малых городов, которая будет затрагивать несколько городов. Это Ивангород, Пикалёво, Шлиссельбург, Светогорск с сестрой Исландца. В принципе, часть городов относится к моногородам и одновременно к приграничным городам, то есть Светогорск одновременно и моногород. Потому что единое городообразующее предприятие с другой стороны находится на границе с Финляндией. Ивангород не является моногородом, не отнесен к моногородам, но находится на границе с Эстонией. Пикалёво у нас моногород, где в том числе мы применяем для инвестиций законного территория, опережающего развитие. Шлиссельбург у нас город исторический и также попал в эту программу с сестрой у нас и исландцем. Тут также как моногорода, на которые мы по программе должны определять больше внимания под программы развития. Что мы говорим о развитии малых городов, когда мы проводим комплексную оценку? Но прежде всего развитие малых городов должно быть комплексным. Это и экономическое развитие, развитие социальной инфраструктуры, развитие селительной зоны, комфортного проживания, а также как и решение вопросов экологии, привлечения новых и создания новых рабочих мест и многое-многое другое. Хочу сказать, что где-то у нас программа реализуется более успешно, где-то программа реализуется менее успешно. Конечно, не скрою, во многом программа и реализация программы зависит от позиций местных властей. Я уже не раз говорил, что мы готовы как областной бюджет поддерживать инициативу местных властей. Мы готовы поддерживать те программы, которые разрабатывают органы местного самоуправления. Но есть такая русская поговорка «Под лежачий камень вода не потечет». В любом случае, если говорить, наверное, о самых простых проектах, это проекты комплексного освоения территории по благоустройству, комфортная среда. Это несложные проекты, это, как правило, на первоначальном этапе эскизный проект, затем общественное слушание, затем сметный расчет и представление на защиту в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, специальная комиссия, которая и дальше определяет финансирование. И здесь хочу сказать, что разные участия. Вторая, конечно, более сложная программа – это строительство социальных объектов. Здесь уже необходимое выделение земельного участка и подготовка проектно-смертной документации. Она также готовится двумя вариантами. Либо муниципальное образование, малый город готовит сам, но, как правило, сложный объект, дорогое проектирование мы берем на себя. И в данном случае можно говорить о софинансировании. Это, конечно же, выделение тех условий. Это, конечно же, затем сопровождение самого строительства и завершение строительства. Еще одно направление. Я здесь могу привести примеры. Тот же Ивангород. В этом году наше обязательство – это завершение ввод в эксплуатацию плавательного бассейна. Надеюсь, все у нас по графику будет. Город Шлиссельбург – это долгоиграющая тема, которая давно уже прищет во языцах у местных жителей. Абсолютно правильно. Это общеобразовательная школа на 600 мест. Но в этом году у нас вот данный объект. Я думаю, тоже мы это обсудим. Например, Сланцы – это тоже завершение строительства ФОКа, спортивных площадок и так далее. Но тоже надеюсь, что ФОК в этом году у нас будет введен. Хотя и много других вопросов. Это и, как я уже говорил, общественные территории, общественные пространства. У нас сегодня, например, на вот эту небольшую группу городов реализуется проект 9 общественных территорий, 11 дворовых площадок с общим лимитом финансирования – 250 миллионов рублей. В принципе, это неплохо. Из крупных проектов можно назвать проект Ивангорода. Четыре общественных территории, три дворовых территории на общую сумму – 145 миллионов рублей. Но опять-таки хочу сказать, что здесь Соснин с командой, молодой достаточно глава, амбициозный, с командой просто начали активно готовить документацию, выходить на конкурсы, на проекты и их двигать, защищать. Город Пикалёво – две общественных территории, три дворовых пространства – 32 миллиона рублей. Светогорск и Косогорск – две дворовые территории – 12 миллионов рублей. Сестрой – 16 миллионов рублей. Сланцы – 38,2 миллиона рублей. Тоже суммы разные, но еще раз хочу сказать, что в данном контексте я хочу сказать, что мы договаривались с комитетом по ЖКХ, и я лично разговаривал с Александром Михайловичем Тимковым, от 30 миллионов рублей в год мы готовы давать на Малый город на благоустройство. Дальше сумма, она может быть и выше, но вот пример Ивангород – это 146 миллионов рублей. От 30, к сожалению, даже под 30 миллионов у нас не всегда есть готовые проекты, я думаю, мы отдельно об этом поговорим. Конечно же, финансирование в области дорожного хозяйства. Я хочу сказать, что на 5 городов у нас в этом году выделено 130 миллионов рублей, это неплохая сумма, но опять-таки бутерброд везде разный. Если говорим о Шлиссельбург, то 11,2 миллиона рублей, но, к сожалению, есть, так сказать, это на разработку проектов строительства мостов автомобильного трехпешеходных через Тарладовские малоневские каналы. Но здесь есть свои сложности, связанные с отсутствием проектов планировки территории. У нас на Ивангород – 13,6 миллиона рублей, Пикалёво – 2,8 миллиона, Шлиссельбург – небольшая сумма 2 миллиона, Светогорск – 20 миллионов, Сланцы – 73 миллиона, Сестрой – 7 миллионов рублей. То есть, опять хочу сказать, суммы абсолютно разные, зависит от того, как кто подготовился и защитил свою программу, потому что, опять-таки, есть указания у Комитета по дорожному хозяйству, что по малым городам выделять лимит финансирования, значит, необходимый для того, чтобы в течение пяти лет все дороги привести, муниципальные дороги внутри этих городов привести в порядок. Мы действительно хотим сделать вот в этих наших малых городах, красивых городах, территорию комфортную для проживания. У нас также предусмотрены деньги по этому году на, значит, комитет по топно-энергетическому комплексу. Всего 120,5 миллионов рублей. Кстати, больше всех опять досталось Ивангороду – 92 миллиона рублей, Пикалёву – 11,6 миллиона рублей, Шлиссельбург – надо оборудование котельной Южной – 12,3 миллиона рублей, сланцы на доработку проектной документации на строительство распределительного газопровода 4,4 миллиона рублей и так далее. То есть, ещё раз повторюсь, что в данном случае нам, конечно, очень важно, чтобы мы с вами ритмично готовили всю необходимую проектную документацию для развития малых городов. Тем более, что мы планируем строительство того же бассейна в Шлиссельбурге и тех же, значит, спортивных, значит, комплексов и, значит, все строи и в других городах. И это не только спортивный объект, это и социальный объект и многое-многое другое. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы на сегодняшнем совещании откровенно поговорили, что нам мешает добиваться того, чтобы та программа, которая намечена губернатором Ленинградской области, правительством Ленинградской области по малым городам, по малым городам выполнялась, скажем так, ну хотя бы равномерно по всем городам. Да, кто-то будет лидер, кто-то, может быть, будет остающих, но хотя бы мы минимальные лимиты, которые мы определяем из бюджета, мы их забирали и мы на них делали работу. У нас там особых вопросов вроде как по Ивангороду сегодня нет, коллеги, да? Тогда, когда есть комплексный план, есть системная работа, то всё получается. Поэтому мне хотел бы высказать такое предложение. Здесь много говорили о том, что важна система управления проектами, система управления городами. Так вот, мне кажется, что выделяя вот эти вот шесть малых городов в отдельную категорию и желая, чтобы в них, в этих городах было опережающее развитие, но у каждого из городов есть своя причина для этого. Ивангород и Светогорск – это въездные ворота, Сестрой, Пикалёвы – это моногорода, Усланцев – тоже особая судьба. Я бы предложил сделать по каждому из этих городов обновлённые проекты, комплексные планы развития, поставить это на рельсы проектного управления, как мы делаем по губернаторским проектам, сделать их губернаторскими проектами. И уже, ну, например, вот сейчас мы выбираем губернатора на пять лет, сделать проекты, которые бы в течение пяти лет системно, дополняя мероприятия, дополняя один другого, привели к результату, которым можно было бы гордиться. Это было бы правильно. Почему отклонялись заявки? В заявках были включены работы по благоустройству предполагающих территорий. Да, конечно, хочется сделать сразу и дорогу, и войти сразу во двор, и сразу всё. Мы не можем, к сожалению, пропускать эти работы по нашей документации. Значит, это будет нарушением, поэтому, естественно, мы сейчас будем совместно с вами как-то регулировать эти истории, чтобы наши специалисты понимали, что они делают. Хотелось бы отметить Ивангород. Хотя получили немного в этом году, но заявок сделано на 148 миллионов рублей. Вот кто-нибудь может похвастаться этим? Никто. Ну, у вас тоже 100 с лишним, но как бы 148, это надо было постараться, подготовить документацию. Мы будем, у нас где-то есть огрехи в работе, будем совместно с вами добиваться результата, то есть выделения денег и реализации проектов наших. Для этого очень важно, чтобы активность администрации была и на территориях на своих, и, соответственно, работать совместно с Комитетом по дорожному хозяйству. Готовы помогать в разработке документации, готовы сопровождать, но есть вопросы местного значения. Вот те вопросы местного значения, которые администрации обязаны решать, но в некоторых муниципалитетах не решаются, не позволяют реализовать проекты и привлечь деньги на территорию. Пан Ивангорода, где Александр Владимирович пришел с новой командой, и мы действительно и долгоиграющие проблемные стройки завершаем, и новые открываем, и также реконструкция сетей у нас идет параллельно, и мы совместно с реализацией комфортной городской среды меняем также и сети, чтобы уже не получилось так, сделали благоустройство, а потом вернулись к ремонту сетей. Хочу похвалить сестру Ивангород Новую Ладогу за участие в федеральном конкурсе, и остальных коллег предлагаю также сотрудничать с нами, с Центром компетенции, для того, чтобы делать проекты под участие в федеральном конкурсе. Это дополнительное федеральное финансирование тем деньгам, которые по программе национальной, по национальному проекту комфортной среды идут. По этому конкурсу три города подали, мы в первом сентября ждем результат и надеемся, что у нас кто-то победит обязательно. Одним из ключевых факторов развития городской среды является доступность, комфортность общественных пространств. Именно с этого мы начали свою работу вместе с Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству. Одним из механизмов для нас формирования единой городской среды является присвоение города Ивангорода статуса исторического поселения регионального значения. Данный вопрос в настоящее время активно обсуждается горожанами во всех доступных площадках и встречах. После этого будет уже утвержден порядок дальнейших действий совместно с Комитетом по культуре Ленинградской области. Что касается в целом благоустройства, здесь уже было сказано, что у нас четыре общественных территории в этом году в работе и три дворовых территории на общую сумму больше 150 миллионов рублей. Срок окончания всех работ – это начало сентября. Немножко нас по одной территории выбило из графика, но подрядчик сейчас наверстывает все упущенное. Я думаю, что в намеченные сроки мы эти работы все выполним. Также особое внимание мы обращаем на комплексный подход к работе. На сегодняшний день администрация совместно с фондом Капремонта готовит пакет документов по переносу адресов в краткосрочные программы фонда. Это касается в первую очередь микрорайона Парусинка, где у нас Нарские водопады, где мы действительно в этом году очень много что делаем. Ну и, конечно, мы берем во внимание регистрацию бесхозяйных объектов, которые тоже на Парусинке есть, которые портят общий вид. Мы в осени уже один такой объект принимаем муниципальную собственность. Наряду с реализацией госпрограмм в 2020 году стартуют масштабные работы по программе приграничного сотрудничества «Эстония-Россия». Благодаря проекту в городе появится современная набережная реки Нарова с пешеходными велодорожками, амфитеатром, смотровыми площадками, а также объектами, предназначенными для малого и среднего бизнеса. Общий объем инвестиций по данному проекту составляет 180 миллионов рублей. В сентябре у нас будет заключен контракт. Этот проект будет реализовываться в два года. В этом году мы активно участвуем, уже задел дело на следующий год. Как уже было сказано, поданы документы в Минстрой на участие проекта в создании комфортной городской среды в малых городах, исторических поселениях. Объем заявленного проекта 70 миллионов рублей. В сентябре все вместе ждем результатов этого конкурса. Активная и результативная, самая главная работа ведется у нас с Дорожным комитетом. В этом году реализуется ремонт четырех дорог местного значения на сумму 15,8 миллионов рублей. Ну и, конечно, большая заявка, уже Денис Станиславович сказал, на следующий год. Одна улица Гагарина, она, в общем-то, осмечена в 85 миллионов рублей. Это главная улица нашего города, где у нас проводятся все основные мероприятия. В 2020 году будет выполнен ремонт централизованного теплооснабжения. Это трубопровод, который по улице Гагарина проходит. Это где у нас в прошлом году были серьезные проблемы во время начала топительного сезона. В этом году мы этот вопрос закроем. Вообще, хочу сказать, в целом, теплооснабжающая организация в этом году очень масштабно подходит к подготовке зиме, привлекая в том числе и специалистов из других районов. Я думаю, что в этом году мы уже все ошибки учтем прошлогодние. Также в этом году большие работы по ремонту водопроводных сетей. Это 1686 метров у нас ремонтируется центральная часть города плюс частный сектор. И спасибо Александру Михайловичу. В этом году мы сможем отремонтировать наш магистральный экономизационный коллектор, который проходит рядом с Ивангородской крепостью. И у нас уже десяток аварий серьезных было. И примыкается, скажем так, и к реке Нарове, к реке первой категории. Поэтому в этом году этот вопрос будет решен. Стоимость контракта 48,4 миллиона рублей. И вообще, в целом, могу сказать, что с учетом этих работ 70% магистральных сетей в Ивангороде будут отремонтированы и будут соответствовать нормативным всем требованиям. Благодаря новым объектам, крытый плавательный бассейн, который мы завершаем строительство в этом году, и на следующий год, также по программе «Газпром детям» у нас начнется строиться ледовая арена, у нас остается открытым вопрос о необходимости проектирования строительства двух артезианских скважин. Мы пока притормозили. Осенью, я думаю, мы завершим уже процедуру передачи нашего имущества, водоснабжения, водоотведения на региональный уровень, и уже вместе с областным водоканалом будем плотно заниматься этим вопросом. В 2020 году мы открываем из социальных объектов, открываем каворкинг-центр для молодежи, где, в общем-то, создадим комфортную площадку для наших ребят, тем более, что на территории Ивангорода находится филиал университета ГУАП, где учатся 1600 студентов, и они постоянно проживают на территории города. Это будет хорошая площадка. Уже есть договоренность с Комитетом по физической культуре и спорту. Мы готовим сейчас заявку на проектирование строительства зданий физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом, и в этом году с помощью района мы закончим проектирование реконструкции футбольного стадиона на Кингисеппском шоссе на въезде, получается, с левой стороны. Также нами была подготовлена, направлена заявка по капитальному ремонту, проектированию и капитальному ремонту Дома культуры на улице Гагарина. Также сформирован у нас земельный участок, для начала проектирования и потом реализации нового проекта современного здания школы искусств. Это федеральный грант, который уже стартовал. Мы в том числе подались по Ивангородской школе искусств для участия вместе с Комитетом по культуре. Мы эту историю сейчас отрабатываем. Земельный участок уже подготовлен. Ну и, конечно же, завершается проектирование в этом году Ивангородской школы номер 2 в микрорайоне Парусинка. Надеемся, в ближайшее время начнется сама реконструкция. Ну и вообще, в целом могу сказать, что с учетом начала развития нашего города появился достаточно серьезный запрос уже на улучшение инфраструктуры именно учреждения образования и здравоохранения. В 2021 году нас ждет масштабная работа по расселению заварийного жилищного фонда. Ивангород участвует в двух программах. Всего будет расселено 6 многоквартирных домов. Это 81 семья. Общий объем инвестиций из трех уровней бюджета составит 164,2 миллиона рублей. И 71 семья – это получит именно новое жилье. Это новое строительство. У нас серьезная проблема с жилищным строительством частным, поскольку действительно у нас количество безработных на 1 января 2020 года 20 человек, а вакансий на сегодняшний день 166 вакансий. Поэтому любые предприятия, которые на сегодня работают в Ангороде, они постоянно обращаются за помощью, когда наконец-то в городе начнется строиться жилье, потому что потребность в сотрудниках есть, они готовы привозить из других регионов. Поэтому мы сейчас сформировали несколько земельных участков под комплексное строительство, в том числе и в центральной части города, и на парусинке. У нас есть такие земельные участки, поэтому сейчас ведется работа по поиску инвестора, по строительству малоэтажного жилья. У нас из основных предприятий – это Euro Corporation – производство автозапчастей для автомобилей Hyundai. И в этом году у нас заканчивают пусконаладочные работы предприятие «Протелюкс». Это высокотехнологичное предприятие, которое будет производить протеиновый белок. В основном экспортоориентированное предприятие. В этом году они уже должны. В целом, могу сказать, с начала года у нас в Ангороде зарегистрировано 9 юридических лиц. Все они планируют работать на территории Ивангорода. Мы их всех разместили в нашем бизнес-инкубаторе. У нас он уже битком забит, даже некоторым пришлось отказать. Проводили специальный конкурс. Что касается проблемных, то мои коллеги, в принципе, уже озвучили. Я думаю, что у нас примерно такая же история. Доходы Ивангорода на сегодня 60 млн 314 тыс. рублей. Доля софинансирования, допустим, по этому году у нас 11%. Объем средств, которые мы смогли просто финансировать в 2020 году, это 34 млн. Это все средства районного бюджета. То есть, если бы район облегчение поставил, я думаю, что мы бы, наверное, отказывались просто от тех программ, которые, в общем-то, на сегодняшний день существуют. Поэтому, если возможно, эту ситуацию каким-либо образом изменить. Либо малые города в отдельную какую-то государственную программу с софинансированием. Либо, может быть, предусмотреть какие-то варианты по дотациям со стороны региона. Потому что наш туристический потенциал на сегодняшний день, он тоже ограничен пропускным режимом. И те 90 тыс. электронных виз, которые получили иностранцы и приехали в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, третьи это эстонцы получили и въехали в основном через мапы в Ангорок. Но они у нас не могут останавливаться. Они могут проследовать только транзитом из пограничной зоны. Поэтому все средства, которые могли бы оставаться на территории, они, к сожалению, проезжают мимо и уходят в другие районы и регионы. Поэтому я, со своей стороны, хочу поблагодарить все комитеты. Потому что, действительно, есть комфортная среда. Нам очень комфортно работать со всеми комитетами. Всегда с пониманием относится к Ивангороду. Мы стараемся тоже, со своей стороны, не подводить. Ну и, конечно, я уверен, что тот задел, который на сегодня есть для нашего города, тот потенциал, который мы начинаем развивать, я уверен, что он принесет свои плоды. Спасибо. Согласен абсолютно с предложением Романа Ивановича о том, что нам необходимо системно работать по моногородам и по малым городам. К моногородам, повторю, у нас относятся Пикалево, Сланцы, Светогорск и Сестрой. Или Светогорск не относятся? Не относятся. Не относятся. То есть и к малым городам, которые, мы говорим, приграничные, и города культурного значения, это Ивангород, Светогорск и Шлиссельбург. Я предлагаю добавить сюда еще один город, чтобы их было семь. Это Новая Ладога, которая также относится к историческим городам, и мы также будем претендовать на Кышлиссельбург и Ивангород. Новая Ладога – это звание исторического поселения Ленинградской области, потому что это действительно такая наша жемчужина. Я предлагаю создать рабочую группу по развитию моногородов, создать рабочую группу первому заместителю правительства Романа Ивановича Маркова, собираться раз в квартал на совещание по развитию моногородов и малых исторических городов Ленинградской области, подготовить программу пятилетнюю, их развитие, определить, так сказать, основные направления. Роман Иванович прав в том, что для того, чтобы развивать, сначала нужно создать базу. Это должны быть генпланы, градпланы, ПЗЗ, значит, все остальное должно быть утверждено. Мы должны видеть, так сказать, на карте, на схеме, как и в какую сторону у нас будет развиваться то или иное историческое городское поселение, либо моногород. Тем более, что это действительно знаковые, социально знаковые объекты. У каждого города свои есть плюсы, свои минусы, свои проблемы, но в любом случае есть общие задачи, которые надо решать комплексы. При этом попрошу в своих программах и комитет по дорожному хозяйству, комитет по строительству, комитет по ЖКХ, комитет по ТЭК, комитет по экономике и инвестициям, значит, смотреть внимательно с тем, чтобы мы, значит, в отдельное финансирование выделяли эту группу городов, чтобы, так сказать, они у нас находились в фокусе наших программ, чтобы не получалось так, что они оттуда вываливаются, выбывают в течение года. То есть надо, чтобы все эти годы, так сказать, у нас там было определено, так сказать, минимальный уровень финансирования, максимально понятно, насколько нам позволит ситуация и как мы это рассмотрим на специальные, так сказать, рабочие группы по развитию моногородов и малых исторических городов Ленинградской области. Список пока не расширяем. Вот семь городов определили, значит, эти семь городов отрабатываем в ближайшую пятилетку, ну, дальше будем жирнее жить, будем включать дополнительные города, там и Никольск, и все остальное. Почему Новая Ладога, ну, тоже понятно, абсолютно исторический город, такой же, как и Шлиссельбург, и понятно, почему Ивангород, значит, тоже понятно. Ну, Светогорск, приграничный город, тут тоже никуда нам от этого не уйти. Значит, часть строя Пикалева, значит, Сланца, ну, то тоже понятно, это отдельная федеральная программа, по ней будем также работать. Романович, возражения есть? Кто за этим столом губернатор возражает? Нет, пожалуйста, я попрошу, я попрошу срок до 17 августа представить мне положение о постояннодействующей рабочей группе по, значит, малым историческим городам и по моногородам Ленинградской области определить, значит, состав данной рабочей группы, ну, наверное, все здесь присутствующие, и график работы, следующее заседание предлагаю провести в ноябре месяце. К этому времени уже будет понятно, что с бюджетом, что с программами следующего года, и нужно определить, Роман, у нас действительно план, пятилетний план, значит, дальше пока не будем заглядывать по развитию данных городов. Коллеги, спасибо всем за работу, спасибо, что приехали. Субтитры создавал DimaTorzok